Всем доброе утро! Мы собираемся погулять с Чарли. Кстати, я вам вчера сережки не показала. Такие слоны. Он мне говорил, что они серебряные. От серебра у меня уши не болят. Но даже если и не серебряные, то уши не болят. Не знаю, что это за металл. Но уши не болят. Я на той неделе тоже покупала себе другие сережки попробовать и вот этот браслет. Я с ним уже хожу неделю, головы мою клиенткам. Там и краски бывают, и хироски, и ничего ему не бывает. Так что идем гулять с Чарли. Потом приду кушать приготовлю. А после обеда, наверное, поедем на пляж. А ты дома будешь сидеть, да. А ты будешь дома сидеть, потому что тебе жарко. И сегодня все будет стрелять. Сегодня праздник везде. Да. Покажи животик свой. Звотик, животик. Вот такой вот у нас животик. Вот такой животик. Животяра. Такой вот животяра. Ой, мой животик. Животик вот такой. Любим чесаться, да. Любит чесаться. Бамалакайя? Бамалакайя, Митико? Не вызывает особого желания у него идти на улицу. Но надо. Да. Чего дома-то сидеть целыми днями? Это скучно. Даже мне. Как страшно, мамочки. В лифте свет подыхает. Цвета музыка. А я стою в лифте. В общем, придется в машину идти. В машину я немножко далековато припарковала, потому что поводок Чарли. У меня их два. Один в машине постоянно лежит, а второй дома. Но вот, видимо, второй дома остался в машине мужа. Так, ты не гавкай. Балак. И заодно приведу машину сюда. Там эта хозяйка, у нее. По-моему, не все нормально с головой. Хотя у них, наверное, у всех в семье не все нормально с головой. В общем, они какие-то. И она мне объяснила. Собаки вот бегают. Она, во-первых, ненавидит собак. А люди, которые ненавидят собак, для меня злые люди. Да. Потому что я не знаю. Мне кажется, кто любит собак, вообще животных. Это добрые и отзывчивые люди. А кто не любит животных, тот злой. Мне так кажется. Поэтому она мне уже не нравится. И постоянно что-то ходит, возмущается. Но я, знаете, на таких людей просто не обращаю внимания. И делаю, как говорится, морду кирпичом. Чтобы поняли, что они мне тоже не важны. Вот, про поводок. Иду за поводком. Потому что, видимо, тот поводок, который у меня должен быть дома, он остался в машине мужа. И перегоню поближе машину. Хотя скоро он на пляж пойду, но всё равно. Там тенёк. Сегодня поздно вышли. Хотя встала рано. Повалялась, посмотрела. Знаете, что смотрю? Это вообще. Цыганскую свадьбу смотрела. И удивлялась. Даже не цыганскую свадьбу смотрела, а читала комментарии. Ну, это правда пипец. Детям 12-13 лет, а их женят. Как так? Что они будут делать в 12 лет? Вот, идут. Колокола у нас там где-то звучат. Вот, всё. Он уже боится. О, видали? Чего ты испугалась? Ничего тут нет. Чё, муха пристала? Смотрите уже, сколько на пляже людей. Все с зонтиками. А мы гулять. На набережную, где вчера рынок был. Прямо меня сюда тянет, тянет. Прямо меня сюда. Вытирается, вытирается. Ой, 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 ой. Кстати, я же не объяснила. Я же собиралась гулять в другое место с Чарли. В общем, села я в машину и думаю. Блин, если я уже в машине, если мне всё равно её нужно заводить, тогда поеду я лучше на пляж? И вот тут я и оказалась. Правда, Чарли почему-то не хочет выходить гулять. Это вообще какой-то протестант стал вообще. Прямо это... На столбах даже повесили, что нельзя парковаться. По идее, здесь нельзя парковаться. Ну, там знак. Я уже много раз рассказывала. Знак везде всё закрасили, перекрасили. А, теперь... А, ну, правильно. Сегодня какое число у нас? Не знаю. В общем, здесь будут эти. Фейерверк. Здесь парковаться нельзя. Будет фейерверк. Шестнадцатого. Я даже не знаю, какое сегодня число. Чарли, иди сюда. Вы на ки. Будет салют очень сильный, большой, красивый. Но ночью. А я ночью так не люблю никуда ходить. Ой. Кстати, не знаю, говорила я или не говорила. Но в нашей зоне, не знаю, как за всю Испанию, но в Андалусии едят по расписанию. Например, начинают есть... Вот сейчас рестораны, бары открываются все, ну, наверное, где-то к часу. В двенадцать они все приходят и открываются. А есть, поесть можно где-то с полвторого до четырех. Так что постарайтесь до четырех поесть. Иначе вы можете остаться без еды. Но я, как всегда, смеюсь. Говорю, на всякие, на такие случаи есть в Макдональдс. Потому что, да, едят они по расписанию. Потом с четырех до семи. Опять рестораны закрыты. И открываются где-то даже около восьми. С восьми и до двенадцати до часа. Так что здесь... Я, кстати, знаете, когда приехала, мне было это как-то, ну... Ели, когда хотели, да, знаете. Встал, поел там. Захотел есть, опять поел. Сейчас я сама привыкла к этому режиму. Я, конечно, ем ни в два, ни в три. Ни в четыре, тем более. Я пытаюсь стараться просто с девяти и до трех до четырех. Это очень большой промежуток времени, чтобы не есть. Пожрать я люблю, поэтому я голодная. Когда я голодная, я не человек. Так что будьте бдительны, когда приедете в Испанию. Постараться покушать до четырех. Ну, сейчас летом на пляжной зоне можно, может быть, может быть, поесть что-то и вам дадут. Но уже кухня не работает после четырех. Поэтому вам могут дать либо хамон, либо сыр, либо какие-нибудь оливки. А если вот кухня, то она закрыта. Надеюсь, вам будет полезно эта информация. Это я сейчас что-то иду и смотрю. Все бары открываются, рестораны. Столы ставят. Опять что ли он в туалет? Нет, передумал. Два раза. Так что вот так вот. Вот, тоже сейчас пойду что-то приготовлю. Голову еду, ломаю. Не знаю, что приготовить. Знаете, зимой как-то проще. Проще готовить еду, чем летом. У меня тут жарится картошка с грибами. Грибы нашла в морозилке и решила картошку с грибами сделать. Достала себе вот этот салат из морских водорослей. И мужу мясо сделаю, наверное, пожарю. И хочу посмотреть, что у меня тут с арбузом. Давайте вместе это сделаем. Вкусно, невкусно. Что там стреляет вообще? Мою собаку пугают. Стрелялки какие-то строили вообще. Так, что у нас тут с арбузом? Вообще, открывание арбуза, это как какой-то, в общем, сюрприз. Да? Потому что не знаешь, что тебя ожидает. Вообще, смотрите, сам открывается. Ммм, выглядит неплохо. Выглядит неплохо. На вкус сейчас тоже попробуем. Вообще, он не дешевый, знаете, 90 центов в килограмм. Свои деньги не стоят. Не очень вкусные. Вот такой обед получился. И лимонад. Мужу там без грибов выделила, потому что не уверена, что грибы жареные ему понравятся. Я уже приехала с пляжа. И я вчера овощи в духовке сделала, запекла. Сейчас я их почищу и буду сделать салат. Либо на завтра, либо на послезавтра посмотрим. Рецепт у меня на канале. Заходим в плейлист и смотрим. Вот такой рецепт из запеченных перцев. Вообще, овощей. Ты что там так смотришь на меня? Остался один. Где папа? Папа, где-то папа? Дун-де? Он уехал там с родственниками на дачу, в бассейны. Я бассейны не люблю. Поэтому у нас смена такая. Сначала он, потом я. И они там в карты играют. Все не мое. Я пляж, а вечером дома. Оставила два салата. Очень вкусный. Вот этот вот всем советую. Сейчас лето. У всех есть перцы. Это очень вкусно. Так что заходите и делайте. Оставила один баклажанчик. И у меня была сегодня вот такая морская капуста. И я смешала баклажан один. Морскую капусту. Добавила туда зубчик чеснока, соевый соус. И немного уксуса рисового. Боже, это что-то. Или я жрать хочу. Нет, это правда вкусно. Я вот люблю все такие штуки. Отдельно этот салат из морских водорослей. Он какой-то сладковатый, знаете. А вот с баклажаном, запеченным с чесночком, боже. Боже, какой пустяк. А в этот добавлю завтра яйцо. Вареное сейчас, кстати, поставлю его варить. И тунец. И будет уже основное блюдо. Так что вот так. Чай ставлю себе. Конский хвост. И пойду в душ. Хоть я и смыла всю соль. Но все равно я после пляжа люблю еще. Душ принять, нанести мясочки. И отдыхать. У нас стреляют. Поэтому вот, смотрите. Лежу, защищаю мою рыбу. Сладко, он так боится. Не бойся, мама с тобой. Да? Не бойся. Стреляют, гады, да? Вот так вот всегда. Как у нас начинается стрельба. Маленький мой. Весь трясется. Слышите? Будем с вами прощаться на такой вот ноте, на стрельбе. И встретимся с вами завтра. Всем пока-пока. Моя... 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 Продолжение следует...